Сверкающие взгляды, пламенные жесты, завораживающая атмосфера. Страсть – это не обязательно любовь, это может быть танго. Но что мы знаем об этом танце? Он может развеселить, и он может сделать лучшего человека. Он дает нам силы танцевать другие танцы. Это папа с другими тетями. Папа с мамой танцуют. Благодаря танго у меня появилась новая семья. Бесконечная возможность, в которой можно реализовываться. Можно сказать, от рада, от трудовых будней. Когда я танцую танго, у меня душа отдыхает. Это самый крутой парный танец на свете. Изначально танец танго был уличным танцем, который танцевали под барабаном. Танцевали его самые-самые низшие слои населения. И только в прошлом веке, в 40-х годах, он пришел в Париж и тем самым вышел на мировой уровень. Танго – это парный танец, но изначально его исполняли одни мужчины. 10-15 мужчин пытались завоевать одну девушку, и она выбирала только одного. Мужчина с женщиной ловили друг друга взглядами, и как только они увидели друг друга, они подходили. И если вдруг кто-то из партнеров отворачивался, то это означало, что танца не будет. А у нас танец будет. И партнером мне сегодня станет самый сдержанный ведущий программы «Утро на Енисее». Посмотрим, насколько танго сможет его раскрепостить. Подаем левую руку, приглашаем партнершу. Вот здесь у нас всегда замочек. Очень-очень крепкий замок. С помощью вот этой руки у нас происходит все ведение в паре. Танго, как вы уже знаете, это танец страсти, танец любви. И зрительный контакт, он обязательный. Попробуем сделать поворот. Три, тадам, поворот, встали и поза. Пока мы с Игорем постигаем искусство танца страсти в нашем маленьком фильме, обратимся к мировому кинематографу. Аль Пачино и Габриэла Анвар из «Запаха женщины». Арнольд Шварценеггер и Тия Карреры в «Правдивой лжи». Все эти пары украсили кинокартины своим исполнением танца. И ведь без него никак нельзя было бы обойтись. Все потому, что самые красивые сцены именно эти. Ну-ка, а что там у нас получилось? Давайте смотреть! Субтитры подогнал «Симон»!